Приветствую вас, Малина. Вам посоветовать, чтобы что? Что-то. То есть, что-то посоветовать, чтобы что в итоге. Чтобы у мужа появилась мотивация что-то делать для вас. Чтобы муж так не уставал на работе, например. Чтобы между вами были более доверительные отношения. Может быть, чтобы вы меньше зависели от отношения вашего мужа. Чтобы вы были более самостоятельной, самодостаточной личностью. Чтобы вас не задевали так сильно его слова, которые к вам могут и не относиться. Вам посоветовать что-то, чтобы что? Ваш муж говорит, что он встает после работы. Работа тяжелая. Значит, он на ней работает, чтобы заработать денег. Вы можете предложить ему помочь в заработке денег. То есть, чтобы он ушел с тяжелой работы. Пошел на какую-то работу полегче. Чтобы вы тоже работали. Чтобы вместе обеспечивали вот тот самый уровень дохода, который у вас сейчас есть. Это вот вариант такой вот такой. Можно организовать мужу отдых более, так сказать, ну, более включающий вас, скажем так. То есть, вот он хочет лежать, полежите, полежите рядом с ним. Кто знает, может быть, он начнет с вами общаться, когда поймет, почувствует, что вы там ничего с ним не трогаете его и так далее. Возьмите дочку, чтобы она тоже с ним полежала рядом. Просто полежала. Вот. Смотрите. То есть, здесь нужно разбирать контекст отношений. Почему у вашего мужа нет мотивации что-либо делать для вас и для вашей дочери. Вот. А так, посоветовать что-то, не зная вашей ситуации, не понимая, что вы хотите в итоге. Это будет просто пальцем в небо. Вы пишите, я чувствую себя паршиво. Из-за чего? Плохо мужу, паршиво чувствуете себя вы. Муж устает, паршиво чувствуете себя вы. Из-за чего? Вы-то мне сказали, вы мне мешаете жить. Правильно, здесь идет вопрос об ожидании. О требованиях. То есть, ваш муж чувствует, что вы чего-то от него требуете. Вот и стоит подумать об этих самых требованиях. И может ли муж эти самые требования удовлетворить. Вы пишите, мой муж мне только что сказал, что он так сильно устает после работы, что хочется делать, чтобы никто не трогал. Только что? А с какого момента это началось? Это первый раз, когда он так сказал? Вы пишите, вам обидно. Из-за чего? Какие у вас ожидания? Что вы делаете для того, чтобы эти ожидания подкрепить? Чтобы эти ожидания обеспечить. Насколько вы со своим мужем находитесь в близких отношениях. Это нужно исследовать. Понимаете? Какая штука. И для этого, для этого, чтобы исследование было, так вот, сознательным, вам нужна цель. Не просто посоветовать мне что-нибудь, а чтобы что. А психологов вы что хотите. Ну, в конце концов, вы можете своему мужу сказать, что меня такая ситуация не устраивает, дорогой, что я хочу, там, не знаю, у его внимания, там, чего-то еще. Давай обратимся вместе к психологу и вместе с психологом поработаем, разберемся с тем, что между нами происходит. Может быть, проблема не только в своей работе. Это действительно так. Проблема не только в работе. Вот и все. Вот так. То есть, по сути, вам обидно из-за того, что муж выражает свои чувства и свои желания. Ему хочется, чтобы его никто не трогал. Он это выражает вам обидно. Здесь напрашивается, ну, самый такой очевидный на поверхности лишающийся ответ. Вы сами свои чувства не выражаете. То есть, вы свои желания не выражаете. Вы считаете, что муж будет угадывать, возможно, то, что вы хотите. Он этого не делает. Вы обижаетесь за то, что он вам не уделяет внимания. Вот. Вы считаете, что парни очень много делаете по дому. Вы считаете, что вы тоже устаете. Ну, как было. Ну, это означает потерю доверия между вами. Потерю контакта между вами. Вот. Свои желания нужно выражать. Почему ваш муж вами не восхищает? Почему ваш муж не хочет ничего для вас сделать? Просто ли потому, что у него нет сил? Ну, тут нужно исследовать. А может быть, потому что он перестал видеть вас женщину, тут нужно менять ваше поведение. Может быть, потому что вы все время дома и, как бы, ничем кроме дома не занимаетесь. И он видит вас только жену и мать своего ребенка, а как женщину вы его не привлекаете уже. Тоже, тоже нужно исследовать. Опять же, отец, это человек, который готов давать на счету своему ребенку. Проводить с ним время, а если ему нечем отдать, если он очень устает. То есть, как бы, понимаете, вы, по сути, испытываете чувства, которые являются вашими, вашими, причиной которых являются проблемы, ваши проблемы личные. Но это все запускает реакции мужа. И вы хотите изменить, вероятно, мужа, чтобы избежать от своих проблем. Но лучше решить свои проблемы и принять мужа таким, как он есть, и позволить ему раскрыться. Вашему мужу искренне, таким, как он есть. Хотите? Решать вам, в любом случае. Но психологи не дают просто вот советов таких вот. Это работа, это исследование, это беседы, это, как бы, процесс познания. Ваш себя. Вами себя. Вот так. Пока-то вы можете сказать мужу о том, что вы хотите. Просто о том, что вы хотите. И пока-то вы можете предложить мужу решить вопрос с его тяжелой работой. То есть, предложить ему помощь, чтобы его разгрузить. Чтобы у него появился ресурс. Для того, чтобы что-то делать для вас. Чтобы у него хотя бы появилась возможность. Это такой момент. А другой момент, правда ли он лежит. То есть, правда ли он лежит, правда ли ничего не делает вообще. Или он лежит в телефоне, там, что-то еще не делает. То есть, это вот точно такой очень важный момент. То есть, ресурс вашего мужа. Мотивация, опять же, вашего мужа. Ваша остановленность. И личная ответственность за свои переживания. Дочка здесь вообще не при чем. Вот вы говорите, так нельзя говорить. Почему нельзя? Вы что, ему родитель, чтобы запрещать что-то говорить. То есть, это уже нотки родительского отношения. Отношения родителей к ребенку. Такие отношения являются деструктивными. Отношения нужно строить по принципу взрослых-взрослых. А взрослые не говорить нельзя так говорить. Так вы ставите себя выше своего мужа. И, возможно, это, от счастья, тоже убивает нам желание что-то для вас сделать. Потому что он не видит вас, женщину. Он видит вас, мать. Скорее всего. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Еще раз. Проблема сама по себе не решится. Советами проблема не решится. Здесь нужна именно работа. В первую очередь с вами. Во вторую очередь с вами как с парой. И в третью очередь уже, возможно, с мужем. Вот. Но начинайте говорить. Вот это вот я могу сказать. Начинайте говорить о своих чувствах. О своих желаниях. О своих мечтах. О своих взглядах. О своей позиции. Старайтесь разделять то, что делает муж. Каким бы это вам не казалось абсурдным. То есть здесь нужно отключить оценку. Хочет ваш любимый человек, если это любимый человек, полежать. Полежите рядом с ним. Полежите рядом с ним. Разделите с ним его, так сказать бы. Я уверен, он захочет поселить что-то с вами. Только сделайте это ну все искренне. Не так как будто вы отбываете, да. Просто вот отбываете как какое-то наказание, да. Какую-то работу принудительную. Такая вот история. Ну и чувства, Малина. Чувства, какие у вас к нему чувства. Это тоже очень важно. То есть любите ли вы его, что вы для него хотите и так далее, так далее, так далее. Вот. И ваша самодостаточность, автономность тоже нуждается в корректировке. Очевидно. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.